Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Бог вычеловечился, чтобы мы обожились. Человек может оставаться целиком человеком в своей душе и в своем теле и благодатью может стать целиком Богом в своей душе и в своем теле. Эта мысль в разных словесных формах красной нитью проходит через все святоотеческое богословие. Ее высказал еще священномучник Ириней Леонский, живший во II веке. А в веке XX о том же самом писал со всей присущей ему силой поэтического вдохновения сербский златоуст святитель Николай Велимирович. Эту же мысль мы находим и в Новом Завете у апостола Петра, который говорит, что христианам должно стать причастниками божественного естества. Правда, апостол выразился не вполне ясно. Но тот, чью память мы сегодня празднуем, именно он, опираясь на опыт своих предшественников, и смог богословски обосновать эту главную и самую драгоценную истину церковного предания. Мысль об участии человека в божественной жизни, о возможности освящения человека, благодаря чему каждый из нас призван стать Богом по благодати, Богом с маленькой буквы, то есть святым. Григорий Паламов, архиепископ Кисалоникский, афонский монах и учитель умной молитвы, жил в 14-м столетии и был выходцем из знатной, образованной, а главное, благочестивой семьи. Уже его отец, всеми уважаемый сенатор, на заседаниях сената любил совершать Иисусову молитву и порой так погружался в нее, что даже не слышал слов императора, который к нему обращался. Но Андроник II в таких случаях лишь говорил придворным «Оставьте его, пусть молятся». Молодой Григорий получил прекрасное образование и был предназначен блестящей государственной карьере. Однако вместо этого он предпочел удалиться на Афон, где на некоторое время стал и игуменом одного из монастырей. Немало скорбей и испытаний пришлось ему затем претерпеть. Заключение в тюрьму во время разразившейся в Византийской империи гражданской войны, турецкий плен, из которого он был выкуплен, клевета и многое, многое другое. А главным, как оказалось, делом его жизни стала защита от обвинения в юридичестве его собратьев афонских монахов, совершителей Иисусовой молитвы. Два собора, собранных Византийской Церкви по этому вопросу, полностью подтвердили верность учения святителя Григория церковному преданию, и этим поставили его богословский авторитет наравне с авторитетом древних учителей Церкви. В чем же, если сказать кратко, состояла суть его учения? В том, что необходимо различать в Боге божественную природу или сущность, несообщаемую и недоступную ни для кого, от божественных действий, которые человек, очистивший себя жизнью по евангельским заповедям, способен воспринимать и через них приобретать освящение, постепенно меняясь и внутренне преображаясь. Эти божественные действия мы обычно называем благодатью, то есть благим даром, по-гречески хаис. Но благодать – это не просто проявление Бога, это Сам Бог. Однако не в сущности Своей, а в Своих действиях, или, говоря по-гречески, энергиях. Слово «энергия» и значит «действие». Для нас важно понимать, что никакое действие Бога в человеке или на человека ничем и никогда не нарушает нашей нравственной свободы, то есть свободы выбора между добром и злом. Господь обращается к каждой человеческой личности с тем призывом, который мы слышим в Евангелии, «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Но если человек отворачивается от Бога и предпочитает ему что-то другое, Господь оставляет его при его выборе, хотя и продолжает стучаться в его сердце. Как говорит Господь в книге Апокалипсис, «Се стою у двери и стучу». Постараемся и мы укрепить свою решимость никого и ничто не предпочитать Богу, как источнику и подателю всякого блага, как сокровищу всякой красоты. Но поскольку наше стремление к Нему то и дело ослабевает, а порой грозит и вовсе иссякнуть, мы нуждаемся в особом периоде воздержания, нуждаемся в периоде поста для того, чтобы на время отдалить от себя все то, что может отвлечь нас от главной жизненной цели, которая состоит в приобретении благодати Божьей. Постараемся воспринимать нынешний Великий Пост как драгоценный период, в который мы более чем когда-либо можем достичь внутреннего изменения. А те трагические события, которые происходят сейчас, будем воспринимать как призыв к нашему покаянию. С христианской точки зрения нет никакого сомнения в том, что даже мы, находящиеся далеко от театра военных действий, можем повлиять на то, что там происходит. Но повлиять именно молитвой и своим внутренним изменением, изменением своего духовного состояния, что достижимо только через борьбу с грехом. Борьба с грехом это и есть та главная война, которая всегда происходит в мире, пока стоит мир. И мы также призваны каждый день заново поднимать перчатку, которую бросает нам враг нашего спасения, и вступать в поединок с тем злом, который носим в себе. Однако будем помнить, что победа в этом поединке зависит не только от нас, а как минимум в той же степени, а то может быть и еще гораздо больше, от содействующей нам благодати Божией, о которой свидетельствует Церковь устами и пером святителя Григория Балама. Аминь. 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 Аминь.